Мы никогда с тобой не придем к общему знаменателю. Так, давай слушать лучше Бернстайна. Привет, Ярослав. Здравствуй, Ксения. Мы снова с тобой обсуждаем исполнительское искусство, дирижерское мастерство. И, конечно же, это обширнейшая тема. Мы рассмотрели с тобой столько конкретных примеров, но я предлагаю еще в более подробную конкретику идти и рассмотреть движения великих дирижеров в великих произведениях. Об этом можно что-то предварительно сказать? Можно ли сразу говорить об интерпретации и то, о том, что ждет слушателя, когда мы уже видим произведение в программке, и дирижера? Можно ли говорить об интерпретации и о том, что мы услышим? Конечно, можно, если слушатель опытный, если он знает, на что он идет, если он знает произведение, на которое он идет, если он, например, слушал симфонию Моцарта, например, в разных исполнениях, например, приехал какой-нибудь дирижер, который известен, скажем так, назовем это банально, на Западе известен своей интерпретацией того же и той же симфонии Моцарта, потому что, и вот дальше самое важное, почему ответить на вопрос, главное нужно, почему это должно быть интересно. И здесь вам встает вопрос, а что такое интерпретация, дирижерская интерпретация, да, и можно ли, какие у нее рамки есть, может ли дирижер, насколько он может себе позволить какую-то свободу внутреннюю, да, и в жесте, и в понимании музыки, и в направлении движения по форме. Насколько это могут быть смелые решения? Нельзя ведь играть ту же 39-ю симфонию Моцарта верх ногами или с окончания самого начала? Это невозможно, текст есть текст. Это невозможно, да, это невозможно. Здесь встает вопрос о том, подкреплено ли у дирижера исполнение этой симфонии исторически, то есть отдает ли он себе отчет в том, что в то время, там, в той же степени, те же времена Моцарта было определенное прикосновение струнных смычковых инструментов, и сами струны были другими. Атака у духовиков, да, как мы говорили, у деревянных духовых, у медных духовых. То есть это все багаж знаний, на которые накладывается вкус дирижера и музыканта, который понимает, что это подойдет, это не подойдет. И вот из этого комплекса появляется, ну, это слово интерпретация, оно такое обобщенное. Давай более конкретно, мы же сегодня... Практикуемся в интерпретациях, в опознавании этих интерпретаций. Какие конкретные вещи, какие конкретные понятия мы будем смотреть и рассматривать, выискивать в том материале, который мы подготовили. Ну, давай примерно попробуем это сделать таким образом. Самое главное в интерпретации, самое базовое, это темп. Это отношение быстрых частей к медленным частям. Если это даже одночасное произведение, симфония, все равно понятие соотношения темпов должно быть соразмерное. То есть оно должно быть гармоничное. Оно не может быть резко контрастно. Если написано там адажо, то оно должно быть как гробовой темп какой-то. А потом написано аллегро, оно должно быть престиссимо. То есть вот эта вот грань, в которой можно соотношение темпов проверять, это очень важно. Что мы сегодня будем смотреть и почему мы выбрали именно эти фрагменты и эти эпизоды и эти примеры? Ну, на самом деле все, так как мы снова стараемся сделать так, чтобы всем было все понятно и чтобы не углубляться в какие-то узкие совершенно рамки, я выбрал начало 39-й симфонии Моцарта. И вот несколько вариантов того, как даже на нескольких первых трех нескольких тактах уже от самой первой ноты разное прочтение у великих, у великих дирижеров, у великих мастеров, которые как бы снискали славу, популярность, уважение у всех музыкантов в мире. Все их знают, все приводят их в пример, но тем не менее у каждого свое видение. Да, оно может отличаться чуть-чуть. Потому что, кстати, в музыке очень важное слово это чуть-чуть. И все-таки я вернусь к тому, что хочу от тебя услышать, на что будем обращать внимание. Я поняла про темп, это действительно существенно, и это можно измерить. Всегда можно измерить, сравнить с текстом и сравнить друг с другом. Что еще? Что еще можно воспринимать как элементы интерпретации? Опять же, прикосновение струнных инструментов к штриху. То, как они читают ноты. Потому что система нотации, она довольно простая. Есть над нотами так называемые точки, как их называют, которые по сути из себя представляют остроту штриха. То есть если есть нота, над которой точка, должно быть острее. Ты сейчас говоришь как исполнитель, который видит это все перед собой. Я говорю, как слушатель, который не видит это и с текстом сталкивается... Ну, я хотя бы сталкиваюсь с текстом. А те, кто приходят в концертный зал слушать, они даже и текста могут не видеть. Но мы не ищем легких путей. Мы сразу начинаем с Моцарта. Мы рассмотрели с тобой аж два критерия. Темп и штрихи. Что же еще мы будем искать? Ну, тогда мы, может быть, поищем в видео. Будем отталкиваться от материала. Хорошо, договорились. Первая запись — это 39-я симфония Моцарта. Это первая часть. Начинается она с медленного выступления. В чьем исполнении? Леонард Бернстайн. И какой оркестр? Венская филармония. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что я вижу? Во-первых, что он почти и не ведет оркестр. Он как бы пытается дышать вместе с ним скорее. Его жест я воспринимаю так. Так ли это? Ну, здесь надо понимать специфику еще коллектива, в котором он работает. Венская филармония, если ты знаешь, никогда не был. Мы и выбрали эталонные записи с тобой. Цены у дирижера там нет до сих пор. Но, насколько я знаю, что это музыканты высочайшего уровня, которые не то, что знают себе цену, это просто, ну, это история, это традиции, это самые-самые-самые высокие, лучшие слова, которые можно применить, можно применить к этому оркестру. Они могут без дирижера сыграть это? Я думаю, я вот почему-то тоже это вижу. Потому что здесь он нужен скорее как предмет гордости, может быть, да? Диалог среди равных. Ну, здесь не то, что тише, здесь просто он действительно старается этому оркестру, старается, не мешать. Здесь скорее важно то, что действительно темп, такой степенный, такая поступка. Здесь скорее нам надо понять именно его, то есть темп-то он все равно предлагает. Здесь нет такого, что вот, да, лауф-такт, и оркестр сам играет. Нет, он все равно продолжает вести чуть-чуть оркестр, он следит за всем. Поэтому замечательная запись. Мы потом еще включим сейчас другой фрагмент для сравнения, но потом мы к этой записи вернемся, быструю часть включим для того, чтобы тоже понять, насколько вступление может быть контрастно к быстрой части, но при этом в другой записи не столь контрастно. Что скажешь по штрихе? Мы же рассматриваем темпы, штрихи. Здесь все на поверхности, здесь по артикуляции все правильно. Здесь совершенно отрывистые вот это вот та-па-па-па, вот это все четкость слышно. Для этого зала, для этого темпа штрихи очень убедительные, никаких, ну, естественно, никаких вопросов к этому быть и не может. Но вот давай тогда перейдем сразу ко второй записи, для того, чтобы, так сказать, контрастно сразу показать, насколько разной может быть начало одной и той же симфонии. Извините, а это точно Моцарт, 39-я симфония? Потому что кажется, как будто это совершенно другое произведение. Я слышу ударные, я слышу, я почти не слышу струнных. Их же нет со своим этим великолепным пассажем. Ну и, конечно, темп. Он бросается в глаза, это первое, что бросается в глаза. Слушай, как, почему, как это возможно? Кто ему это разрешил сделать? А вот скажи, пожалуйста, если бы мы сначала послушали вот эту запись, а потом мы бы включили Бернстайн, не зная этой симфонии, у тебя было бы ощущение такое, почему так медленно? Вот я об этом и говорю, что все зависит от того, что ты первое послушаешь. Я уверена, что среди публики там нет ни одного человека, который не знал бы эту симфонию. И мы с тобой уже не можем представить... Хорошо, это называется свежо. Вот так это называется. Извините. Арнан Курт, он известен тем, что он досконально изучает все партитуры и все материалы, не только нотные, но и исторические документы. По всей Европе его приводят в пример сейчас, как человека, который знает, что он делает, и знает, как обходиться симфониями Гайдена и симфониями Моцарта. Вот. Мне нужно еще раз это все услышать. Газовые даже слышны, слышнее больше, чем струнные. Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос. Они играют на исторических инструментах, поэтому звуковысотность другая. Ну, здесь, если видишь, здесь деревянная флита. Да, деревянный корпус. Ну, другой, он как будто по конструкции. Натуральный валтор, натуральные трубы. Да, это все более, скажем так, медные духовые, они когда натуральные, они более жестко звучат. А когда исторические духовые, деревянные инструменты, они, наоборот, звучат мягче. Потому что, собственно говоря, металла, вот это даже флейта, особенно, нету металла. Слушая эту симфонию в таком темпе, у меня не возникает вопросов никаких, почему это так быстро, это звучит убедительно. Я согласен и с той точкой зрения, и с этой точкой зрения. Просто здесь надо понять, что тебе самому ближе. Мне ближе, честно говоря, может быть, чуть-чуть, если бы была возможность сейчас встать за пульт и продеревать эту симфонию, я бы взял что-то среднее между этим темпом и темп, который предлагал Леонард Дернстайль. Это все обусловлено личным отношением дирижера к произведению, то, как он его слышит, то, как он хочет донести его до слушателя. Хочу еще дальше послушать. Ведь в таком темпе сложно групп поиграть. Спасибо. У них такие акценты большие на сильные доли. Сейчас чуть-чуть послушай дальше. Ну, я просто хотел, как и обещал, вернуться к Бернстайну. Теперь это кажется медленной. Почему они не хотят побыстрее это сделать? Они наслаждаются. Сейчас только мы понимаем. Ну, конечно, очень непосредственно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, теперь мне кажется, что это медленно. Я хочу больше движения, больше... Хотя они же могут это сделать, но нет. Они уже находятся в том состоянии. Здесь, поэтому я говорю, нельзя сильно контрастировать между медленной и быстрой частью. Если ты взял уже один темп, то ты можешь чуть-чуть сдвинуть, да, ну, в рамках, опять же, дозволенного автором. Субтитры создавал DimaTorzok Вот и получается, что темп и артикуляция... А я хотела, чтобы что-то было еще, а действительно хватает этого? Это основополагающее. Ты понимаешь, в классической музыке этого, в принципе, достаточно, чтобы однаковое произведение звучало совершенно по-разному. Мы с тобой пытаемся, наша одна из целей, говорить просто о сложных вещах. Но еще один вывод, который я могу сделать, это все равно очень сложно. Это не сложно. Это сложно. Это не сложно. Ты сейчас говоришь, как дирижер, это твоя работа, это твоя любовь, да, а я говорю, как слушатель, мне тоже может быть сложно, слушателю может быть сложно уловить все те замыслы. А не надо улавливать. Они должны быть... Как это сделать? Поэтому и секрет в том, чтобы вот эту сложную работу кропотливую преподнести на блюдечке так, чтобы зритель, слушатель, он мог это все почувствовать с первого раза. Мы никогда с тобой не придем к общему знаменателю. У нас тут, по-моему, есть только аудиозапись, но... Ощущение, чтобы Моцарт написал специально три вот этих фразы для того, чтобы каждую можно было услышать. То есть по ним определить интерпретацию, как будут ощущения. Здесь действительно все максимально растянуто, вот долгий штрих, и струны буквально переходят в звучание деревянных духовых, и обратно там не получается, потому что там пауза. Но я бы охарактеризовала это так. Бернстайна это достаточно торжественно бравурно, я бы даже сказала. Все-таки у него там бодрости очень много, хоть и медленнее темп. Но мы с тобой смотрели, мы не слушали, если бы мы посмотрели Бернстайна без видео ряда. Я пытаюсь даже сейчас как бы сравнить вот эту запись с записью Бернстайна. Я чувствую в ней там такие очень четкие явные удары, да, литавры, да, очень артикуляционно, точно, вот с... Как это сказать-то... Четкость. С атакой, да, в этой... Отдельная, да, есть каждый... Здесь не так. Здесь у Караяна как будто бы внутри есть какая-то энергия, да, которая ни на секунду не прекращается. Здесь уже ближе напоминает симфонию Бетховена. Да, может быть, да. И особенно аккорды, которые тутейные идут, они мощные. Там это как фанфара больше, ну, то есть как акцент внимания, акцентирование внимания. Вообще зачем нужно вступление к симфонии? Да, Эй, Джулия. Эй, друзья, ребят, собирайтесь. Концерт начинается, да. Ну, примерно так. Вот, особенно в этой симфонии. Здесь это уже полноценный материал, уже без привлечения внимания. Внимание должно быть на паузе перед взмахом дирижера. Дальше. Все цельно. Все залеговано как будто бы, как будто все, вот, непрекращающийся вот этот смычок. Как будто бы. У Арнольд Прок, кстати, было меньше флейта. Как будто бы. Потому что она деревянная. Здесь будет. Да, точно. А, конечно. Так, конечно. Как будто бы. Как будто бы. секунда очень важно может быть поэтому как раз битховеном и чувствуется то что каждый диссонанс он в конце до конца это штрих широкий просто ведь просто введут не филирует обычно диминуэнды он уже так много дал в этом вступлении уже так много эмоциональная палитра широкая разбирать уже все сказал да можно заканчивать и разумеет материал то еще ого-го много да нужно немножко отдохнуть да поэтому как-то на обидеть получается что нужно немножко не то что как будто на отдалении находят по темпу здесь все очень выверена и получается что действительно такое массивное вступление получилось и когда быстро часть начинается она должна быть как бы как будто бы с движением продолжать а здесь она действительно имеет такой оттеняющих а будто бы эффект это слышно понятно что опять микрофона звук альтеры записи зал и так далее но чисто вот схематически получилось что у нас довольно подвижное вступление и быстрый человек как продолжение хотя чуть-чуть как будто вы помедленнее чем нужно у бернстайна наоборот все такое помпезное торжественное потом лирическая нежная такая шла музыка а здесь мощь и как когда из релакс дается караян кого послушаем еще у нас остался карл бюн у тебя клик отдельно снятым мы не смотрим как сняты никогда не не смогу я до конца дослушать ни одно вступление видимо я имела ввиду когда говорила что группой сыграть этот пассаж сложно что я имела ввиду здесь я слышу вот в трех из четырех вариантов я слышу артикуляционно каждую ноту у арнанкура я их не я их не прощаю и она казалась как будто это такой большой глиссанда и глиссанда то одновременно сложно сыграть ты прервала запись но там было чуть ли вы слышно что карл бюн он видимо просил например те же флейты деревянные духовые чуть-чуть попал быть на первом плане нежели струнные и здесь отчетливо это слышно в других записи другой баланс именно как современную эквалайзер есть но и все-таки нашли одну категорию это баланс но это не интерпретация это слышим это то как ты слышишь оркестр ты можешь лужить оркестр ну не знаю смотри как же это не интерпретация если хрестомативно известно что многие дирижеры дают больше басов чтобы было мощно и тогда определимся со словом интерпретации я считаю что это комплекс средств которые могут быть изменены по воле дирижера не смогли к средств наверное количество рычагов которому повлиять на то или иное то есть это хорошо это комплекс хорошее слово что-то мы не ищем легких путей мы даем и формулируем пускай это будет тогда так комплекс каких-то приемов до которые можно включить темповую составляющую до баланс звучание оркестра то есть была под балансами подразумеваю что какая-то группа в каком-то месте произведения должна быть на первом плане артикуляция штрихи а громкость это я думаю можно баланс звуковой баланс что еще что еще на это на все на это накладывается вкус дирижера ощущение формы еще мне кажется это тоже наш ощущение формы да но мы с мужчиной по поводу ощущения формы это надо целиком прослушать всю симфонию чтобы понять давай мы можем как самая важная самое важное это чувство меры и вкуса у дирижера которые он уже это сам его личная ответственность может ли он позволить себе сделать и убедить своим решением вокруг всех и вокруг и за спиной слушателей что его точка зрения его какое-то видение она достойна того чтобы быть оценено положительно сложно все это все это сложно на самом деле видишь ты со мной согласен все получается нам но мы усложняем нет мы не услождаем мы рассуждаем одновременно я думаю наши зрители тоже поразмышляют может быть предложим им написать в том числе что что они подразумевают под интерпретацией хорошо что мы на моцарте сегодня смотрят начали с 39 понятно симфонии хотя мы симфонии то и не послушали пускай послушают наши слушатели зрители телефону телеком на самом деле будет понятно поэтому опять же если есть какие-то темповые изменения отличные от традиционно если они если они как на сердце тебя хватают и то самое движение ты делаешь на концепту значит убедительный